Вот эта голубка, она когда, ну, молоденькая была, вот только вышла, гнезда ушла от родителей. И у нас был голубь красный, очень красивый, но он был, у него ножка болела, он был хромой, и его ни одна взрослая голубка не принимала к себе. Мы хотели повязать, не брала ни одна. А эта девочка в него влюбилась, голуби как люди. И вот здесь он лежит на солнышке, а она садится возле него, так крылом его накрывает, и просто начинает, ну, взять здесь что-то покормить, а она, крылу отдувает, клюет, чтобы к нему не прикасался. Вот, и у них любовь была страшная. Для Евгения Коломойца уход за голубями стал неотъемлемой частью жизни. Сейчас здесь обитает несколько видов птиц. За каждый мужчина ухаживает самостоятельно. Новые породы владельцы голубят не покупают за собственные деньги, а некоторые уникальные вовсе выводят самостоятельно. Раньше здесь ворковали и создавали пары более 60 голубей, но теперь новое потомство обречено на гибель. Где-то 1-2-го числа приехал зам губернатора, по-моему, Горлов, я точно сейчас. Вот. И он же сразу сказал немедленно снести. Мы писали опять письма, начали писать. Ну, пришли, а уже кран срезают, сносят, все это делают. Ну, что, хозяина сердечный приступ, у меня за ним второй. Пока это все разбросали, вот кое-как спасибо строителям, они тут дали место, перенесли вот это все. Эту голубятню построили еще в советские времена. Более 40 лет севастопольцы бережно передавали ее из рук в руки. В 2013 году птичник купил Александр Рудик. За голубятней он следил вместе с Евгением Коломойцем. За собственные деньги пенсионеры покупали специальные корма и лекарства для птиц. Привозили редкие породы, которые потом разводили на радость севастопольцам. Владельцы голубятни бесплатно сдавали в аренду пернатых для школьных выпускных и свадеб. В этом году судьба птиц оказалась под угрозой. Здесь началось благоустройство сквера, в котором не оказалось места для голубей. Сначала сказали сносить. Потом, после того, как мы начали активную деятельность и объяснили, что нам обещали оставить ее на месте. После наших законных действий, мы все принимали законно. Нам пообещали, что решать вопрос переноса. Уже не снос, а перенести чуть выше, куда мы просили. Показали место, куда перенести. Помогли перенести. Мы перенос уложили. Ну, это только хозяин 35 тысяч перенес. Да я еще там свои добавлял. В итоге власти решили голубятню снести. Евгений рассказывает, убирать этот птичник нельзя. На новом месте самки перестанут ухаживать за птенцами и улетят. На защиту голубятни встали и неравнодушные севастопольцы, которые помогают ухаживать за пернатами. Это голубятня моя, вообще жизнь моя. Вот, просто моя жизнь. Как и многих здесь вот сейчас присутствующих, это жизнь. Это, понимаете, ну вот, есть родители, воспитывают детей, есть люди, которые воспитывают животных. Вот, мы, наверное, из того, что воспитываем животных. Здесь все, как в советском кино. Недружные соседи, любовь и голуби. Но просьбы людей вновь и вновь разбиваются о букву закона. Сегодня законодательство позволяет любому хозяйствующему субъекту, общественнику, ТОСу, обращаться в ДИЗО, делать проект организации, брать под благоустройство территорию и в рамках этой территории ставить некапитальные объекты, мафы для того, чтобы их потом, в последующем, обслуживать. А просто так на территории города какой-либо элемент возводить нельзя. Соответственно, даже если люди хотят устроить здесь голубятню, общественники, я не знаю, они должны делать в рамках закона. Не просто нахрапом брать и давить о том, что здесь вот она будет стоять, и все, так не пойдет. Интересно, что попытка взять участок в аренду все-таки была. 20 сентября владелец голубятни написал обращение в адрес директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Стоит отметить и то, что сносить голубятни для Евгения Горлова не в новинку. Два года назад чиновник принял решение убрать птичник на улице Паршина, который тоже мешал стройке. Однако жители улицы Степаняна верят, что у них еще есть надежда. Михаил Владимирович, очень вас позвольте. Голубятни выполняют общественную, патриотическую функцию. Мы выдаем голубей навстречу ветеранам, детские школы. У нас со школ есть благодарственные письма. Мы, соседи приходят, люди приезжают из Инкермана, чтобы поиграться нашими голубями, посмотреть. Вы не представляете, какой по вниманию, по материальным затратам требуется уход. Это фанатизм. Это людей, которые влюблены в свой город, в свою профессию, в свое увлечение и в граждан города Севастополя. Помогите нам, пожалуйста. Евгений Коломоец объяснил, эти голуби знают, где их дом. И куда бы они ни улетали, всегда возвращаются обратно. Вернутся и вновь, если будет удар.